Совесть — это некий очень с тонкими настройками инструмент, позволяющий нам волю Божию постигать. Но этот инструмент действительно имеет очень тонкие настройки, и они постоянно сбиваются. Грядущего ко мне не с жену вон. И не сказано грядущего когда, и на протяжении какого времени, и как именно, и с какой скоростью. Евангельская история не закончилась. Мы постоянно в ней находимся. Соединение совести и Евангелие дает совершенно потрясающий результат. Я блажен, потому что я не с духом. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», — говорил Христос. «Если кто и подвизается, не увенчивается, если будет незаконно подвизаться», — писал апостол Павел. Как же подвизаться законно? В чем суть религиозной жизни? Как правильно ее вести? Как не заблудиться на пути ко Христу? Об этом мы сегодня поговорим с православным публицистом, писателем, игуменом Нектарем Морозовым. Отче, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Отче, в чем же суть религиозной жизни? Мне саму эта тема представляется самой важной, центральной для нас. И если говорить вкратце, то суть религиозной жизни заключается, по большому счету, в личных взаимоотношениях между человеком и Богом. Потому что, к сожалению, очень многое человека от этих взаимоотношений отвлекает. Очень многое убеждает человека в том, что эти взаимоотношения в принципе невозможны. И очень многое убеждает человека в том, что даже этих отношений не надо искать. Хотя на самом деле абсолютно все основывается на них. Если мы обратимся к истории священного написания Ветхого Завета, то мы увидим, по большому счету, всю эту историю как взаимоотношения между, с одной стороны, Богом и народом избранным. С другой стороны, мы увидим это как историю взаимоотношений именно между Богом и человеком, человеческой душой. Если мы обратимся к временному заветному, то эта реальность, она для нас открывается с еще большей яркостью и очевидностью. И мы понимаем, что если для Бога важна каждая человеческая душа, и если вот этот евангельский образ одной заблудившейся овечки, он постоянно возникает в нашем сознании, то понимаем, что это заблудившаяся овечка, по большому счету, каждая из нас. И мы видим, как за каждым из нас Господь постоянно идет на протяжении всей нашей жизни для того, чтобы вернуть нас туда, где мы должны быть. Вернуть туда, где наше общение с Ним становится совершенно естественным, таким, каким оно предполагалось первоначально. Потому что, как говорит Блаженный Августин, Бог создал нас для себя. Не потому что он нас нуждается, не потому что он в чем-то испытывает недостаток, но это, можно сказать так, базовое назначение человека – жизнь с Богом и общение с Богом. И весь смысл человеческой жизни, на мой взгляд, заключается в простых вещах, в том, чтобы здесь, на земле, найти Бога и научиться жить с Богом, для того, чтобы жизнь продолжилась в вечности. Как говорит преподобный Семен Новый Богослов, то, что не началось здесь, не может продолжиться там. И вот поэтому для нас самое важное, чтобы здесь началось то, что должно продолжиться там – наша жизнь с Богом. А раз жизнь, значит, наше личное взаимоотношение с Ним. И, конечно, можно сказать, что есть некие две крайности, наверное, в одинаковой степени человек от Бога уводящие. С одной стороны, есть такое понятие, как воцерковление. Мы говорим часто о том, что есть масса людей, которые вроде бы верят в Бога, крещены, но не воцерковлены. И у нас какая-то сложилась уже с годами программа воцерковления, какие-то вот обязательные, скажем так, характеристики, которым человек воцерковленный должен соответствовать. То есть это регулярное посещение храма, это регулярное участие в таинствах, это домашняя молитва, это чтение книг, это изучение своей веры. И, в общем-то, это все вещи абсолютно необходимые, без которых просто нельзя обойтись. Но если за всем за этим теряется главное, опять-таки, личное взаимоотношение человека и Бога, то всегда есть риск, ну, не обязательно стать кем-то вроде фарисеи из евангельской притчи, но, тем не менее, на этот путь соскользнуть. С другой стороны, мы видим множество людей, которые считают, что все это абсолютно не нужно, и достаточно именно каких-то личных отношений с Богом, но нету правильного понимания, что это за отношения. Ну, это, условно говоря, всем нам известный штамп, зачем ходить в церковь, если Бог у меня в душе. Вот, а вот никаких свидетельств того, что Бог в душе у человека, внешних не наличие стоит. И поэтому, наверное, нам совершенно естественно искать ответа на вопрос, что такое жизнь с Богом в Евангелии, потому что это тот единственный первоисточник, который дает нам об этом самую исчерпывающую информацию. Что такое личное взаимоотношение с Богом? Ну, прежде всего, это значит понять, насколько Господь любит нас, и откликнуться на Его всецелую и совершенную любовь своей маленькой, несовершенной человеческой любовью. Что такое любовь к Богу? Опять-таки, об этом говорит Христос в Евангелии. Он говорит, если вы меня любите, то заповеди мои сохраните. И у многих отцов разными словами выражена одна и та же мысль. Мысль о том, что Христос сокровен в своих заповедях. И когда человек начинает исполнять эти заповеди деятельно в своей жизни, причем деятельно, имея в виду не какой-то формальный результат, который он должен достигнуть, а именно выполнять их ради того, чтобы быть со Христом, потому что это важно именно для наших отношений с Ним, человек начинает постепенно узнавать Христа. Вот совершенно удивительным, с одной стороны, практическим, с другой стороны, мистическим образом. У каждого из нас есть совершенно вот такая уникальная вещь, как совесть. Кто-то говорит, что совесть — это голос Бога, звучащий в нашем сердце, кто-то говорит о совести как-то иначе. Но вот мне самому очень близок такой образ. Совесть — это некий очень с тонкими настройками инструмент, позволяющий нам волю Божию постигать. Но этот инструмент действительно имеет очень тонкие настройки, и они постоянно сбиваются, потому что слишком много находящегося вокруг нас, слишком многое из того, что есть сегодня у нас самих, это наши страсти, которые откликаются на то, чем их будоражит окружающий мир. Эти настройки сбивает. Но когда человек постоянно возвращается к Евангелию, и когда он постоянно поверяет не только свою жизнь, но и свое внутреннее состояние тем, о чем говорит Господь, настройки заново отстраиваются. Они снова становятся такими, какими должны быть. И вот это два главных, пожалуй, момента. Это совесть, это Евангелие. И вот соединение совести и Евангелие дает совершенно потрясающий результат. Человек действительно постепенно начинает переходить к этим личным отношениям с Богом. И, на мой взгляд, тоже очень важно понимать, что если кто-то говорит нам о чем-то таком, чего мы не находим в Священном Писании, кто-то пытается как-то интерпретировать волю Божию вне контекста Евангелия, а оставив Евангельский контекст где-то в стороне, то это кто-то, кто нас пытается убедить в том, что воля Божия — это то, что воля Божия ни в коем случае не является. Я нередко привожу один пример из замечательного, достаточно старого фильма «Миссия» об истории иезуитской миссии в Парагвайе, когда индейцы, которые построили замечательные храмы, которые построили с помощью иезуитов замечательное поселение, в которых они подвязались по дону древних христианам, они вдруг сталкиваются с тем, что испанцы-португальцы требуют, чтобы они ушли в лес и не мешали им осваивать эти замечательные земли. Вот и приезжает посланец папы, который хочет тоже убедить индейцев уйти в лес, потому что сам орден иезуитов переживает сложные времена, папа переживает сложные времена, и ему не время ссориться с испанцами-португальцами. И вот епископ пытается убедить вождей этих индейцев, ставших уже христианами, священников и числа индейцев, что им надо уходить в лес, и когда они спрашивают, почему он говорит, потому что такая воля Божия. И они задают ему резонный вопрос, откуда ты знаешь? Вот потому что им объяснили, что воля Божия на священном писании, что воля Божия заключается в спасении каждого человека, что каждый человек, не важно, что он испанец, португальец или индейец, для Бога одинаково важен. И когда кто-то им пытается внушить что-то от этого отличное, они не могут этого принять. Вот эта простота непосредственно индейцев, просвещенных Евангелием, это то, чего, на мой взгляд, нам очень сильно не хватает. Вот я в этом совершенно уверен. Вы говорите о Евангелии и о евангельских заповедях, но их много. Часто люди спрашивают, какая заповедь самая главная, подобно тем вопросам, какие задавали Христу фарисеи. И вообще, что понимать под заповедями? Это какие-то указания Христа в повелительном наклонении, в императиве, или это, в принципе, какие-то возвещения. Допустим, заповеди блаженств, это же не указание куда-то идти и что-то делать. Это некая такая керигма некая, возвещения просто блажены такие-то, блажены такие-то. Вот об этом можно сказать даже? Как эти заповеди видеть? Сколько заповедей? Какая большая, какая главная и так далее? Вы знаете, вопрос, на самом деле, очень важный. И очень хорошо, что он прозвучал. Если говорить о больших и главных заповедях, то, наверное, невозможно не вспомнить, что об этом говорил сам Христос. Это заповедь о любви к Богу и о любви к ближнему. Но действительно, люди очень часто не совсем понимают, о чем идет речь, когда заходит разговор о евангельских заповедях. Мы все время сталкиваемся с тем, что люди вспоминают о 10 заповедях в Моисееве законодательства, но каковы евангельские заповеди, они совершенно не знают. Более того, мы постоянно крестим людей, которые говорят о том, что они отрицаются от станы, сочетаются с Христом, и в общем-то они произносят некий обет и крещение. А в чем заключаются эти обеты и крещение? Вот как расшифровываются эти слова об отречении, о сочетании? Совершенно непонятно. И когда-то, давным-давно, на заре моей церковной жизни, один хороший священник посоветовал мне предпринять такой труд, который он в свое время тоже предпринял по совету своего духовника. Взять какой-то толстый-толстый блокнот и выписать лично для себя все, что я воспринимаю в Евангелии, как заповедание, как то, чего от меня ждет Христос. И я бы не стал из этого списка исключать, в том числе, и так называемые заповеди блаженств, потому что, ну, даже если это не прямое указание, вот делайте то-то и то-то, поступайте так-то и так-то, то это гораздо нечто большее. Это то направление, которое включает в жизнь, которое включает в себя целый ряд необходимые для этого и действий, и настроений, и состояний, и, ну, скажем так, установок, как сегодня принято говорить. А вот если проделать для себя такой труд и своей собственной рукой выписать для себя все, что ты воспринимаешь, как слова Христа, руководствующие тебя к действию, вот, или руководствующие тебя к определенному отношению к жизни, к людям и, самое главное, к Богу, то становится вдруг очевидно, что из-за заповедей огромное множество, но все они абсолютно живые, они все абсолютно связаны с жизнью неразрывным образом, то есть в них нету ничего, скажем так, статичного. Ты понимаешь, что в них вот действует и живет дух, и ты, начиная жить по ним, тоже начинаешь оживать и даешь себе вместо действовать духу. Вот поэтому я каждому советую такой труд предпринять. Я даже не так давно решил сделать, никак не доходят руки, не решил сделать такую книжечку, вот, из того, что я воспринимаю как заповеди, предложить ее для знакомства другим, чтобы тоже этот опыт можно было предпринять. Сколько у вас получилось? А я только в процессе сейчас нахожусь. 613? Нет, я когда-то это делал совсем-совсем давно, но многие мои заповеди с тех пор не сохранились, это было уже, наверное, лет 30 тому назад, и поэтому назрела уже необходимость повторить этот труд. Хорошо, когда мы говорим о правильной религиозной жизни, можно ли сказать, что есть какие-то правила фундаментальные, которые нельзя нарушать? Есть ли они и какие? Вот я думаю, что в первую очередь это опять-таки жизнь по Евангелию, жизнь по совести. И здесь, безусловно, необходима определенная внутренняя гибкость, но какова она должна быть? Наверное, каждому человеку придется нащупывать этот путь самостоятельно, потому что Господь говорит о том, что он хочет милости, а не жертвы. Господь говорит о том, что, ну, Священное Писание говорит нам о том, что букву убивает, а Дух животворит, следовательно, понимаем, что есть какие-то ситуации, которые не регламентируются только лишь правилами. То есть, необходим определенный опыт, необходимое определенное состояние сердца, чтобы не ошибиться. Я тоже порой привожу этот пример. Есть такой фильм, американский, называется «Спящие». И там блестяще играет роль католического священника Роберт Де Ниро. Это такой достаточно своеобразный священник, который живет в квартале, где царствует итальянская мафия. Он сам итальянец, и находящиеся вокруг него представители мафии говорят, что если бы он не стал священником, то он стал бы хорошим боссом. Руководствовавшись тем, что они видят в нем. Но при этом он искренне верующий, очень живой, очень нервнодушный человек, который изо всех сил пытается спасать тех детей, которые в этих семьях рождаются, которые живут страшной жизнью, которые попадают в тюрьму, которые там подвергаются тяжелейшим испытаниям. И вот там совершенно такой душердирающий момент. Несколько таких детей оказываются в тюрьме для малолетних, они становятся жертвами надзирателей, педофилов. И потом, когда они выходят, то их жизнь оказывается сломанная. И кто-то из них становится бандитом, кто-то становится наркоманом, кто-то более-менее как-то устраивается в жизни, кто-то даже становится адвокатом или прокурором, кто-то журналистом. Но потом двое из них совершают преступление и встречают того, кто над ними когда-то издевался в детстве, и они его убивают. И их должны судить, они должны быть осуждены и, скорее всего, поводок на электрический стул. Но никто не знает, в чем причина совершенного имя убийства. И тогда двое других ребят уже взрослых идут к этому священнику и рассказывают эту страшную историю. И просят его уже свидетельствовать на суде, чтобы их оправдали. Вот, он страшно расстраивается, он говорит, уходите, я буду молиться и буду думать. И в конечном итоге он идет на суд и, положив руку на Библию, он рассвидетельствует. Вот такой вот совершенно потрясающий момент. И вот когда на это смотришь, пытаешься для себя понять, совершает ли он в этот момент преступление или он творит дело милосердия, потому что он являет таким образом вот этим совершенно погибшим уже людям ту любовь, которую не явил больше никто. И являет ее от лица Бога, от лица церкви. Вот в чем здесь заключается правда? В том, чтобы сказать правду или в том, чтобы явить вот эту милость и любовь. Вот я склоняюсь ко второму, но я никому не дерзну предложить такой путь и такой способ. Хотя сам практически уверен вот в том, о чем говорю. Но надеюсь, что у меня не будет такого испытания в жизни, мне придется этот выбор делать. Вот, поэтому очень сложно сказать вот о правилах, в чем они заключаются. Да, они есть, но все ли они безусловны, трудно сказать. Знаю, есть одно правило. Мы ничто не должны в своей жизни ставить выше бытия со Христом. То есть нет ничего, ради чего мы могли бы отказаться от жизни со Христом и не ошибиться. И по большому счету, наверное, нет ничего, ради чего мы должны были бы отказаться от самих себя. Но это на самом деле очень важный момент. Люди очень по-разному понимают, что значит отказаться от себя или быть верным себе. Вот я совершенно убежден в том, что в каждом человеке есть то лучшее, что он сам в себе ощущает. И это то лучшее, что оживало в людях при встрече со Христом. Вот я опять-таки тоже достаточно часто обращаюсь к этому моменту. Николай Сергский задается таким вопросом. Вот почему шли люди по дорогам Палестины, встречали Христа? Не все, некоторые, вот это очень очевидно. Вдруг разворачивались, шли за ним. Они порой даже ни о чем не успевали поговорить. Они не видели чудо умножения хлебов. Они не видели изгнания бесов из одержимых ими. Они не видели прозрения слепых. Просто встречали, разворачивались и шли за ним. И он считает, что происходило следующее. Они видели Христа и вдруг в нем видели то лучшее, что было в них самих. И впервые это лучшее в себе узнавали. Узнавали его существование. И вот мне кажется, вот человек, он все-таки должен в себе самом это обретать. Но обретать именно с помощью обращения ко Христу. И когда человек в себе это лучшее находит, то, что в нем лучшим считает Господь, он ни в коем случае не должен от этого в себе отказываться. Потому что отказавшись от этого, он обязательно вместе с тем откажется от полноценной жизни с Богом. Потому что вот именно здесь проверяется то, что наше общение носит личный характер. И если я понимаю, кто я, и даже не хочу понимать, кто я, то как мне иметь личное отношение с Богом? Ведь Бог — это личность, и мы должны бы тоже быть этой личностью, которую мы сами понимаем и чувствуем. Почему все-таки познание себя достаточно важно? Вот эта встреча со Христом, как она происходит? как человеку почувствовать, что она состоялась? Может ли быть такое, что человек годами ходит в церковь, а эта встреча не произошла? Да, такое может быть. И образов этой встречи очень много, и Священное Писание дает множество образов этой встречи, потому что где-то эта встреча происходит очень непосредственно и естественно. Вот когда Петр говорит «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный» после вот этого чудесного лова рыбы, потому что он понимает, что в лодке находится кто-то, кого он никогда в жизни раньше не видел, и что это больше, чем человек. И ему становится этого страшно, ему становится от этого не по себе, потому что он чувствует свое недостоинство. А кто-то эту встречу переживает совершенно иначе, как, например, на Фанайл, который приходит недоверяющий, который воспринимает слова Христа о том, что вот израильтянь, в котором подлиннее лукавство, как раз как лукавство, потому что ему кажется, что это какая-то лесть и желание его обмануть этой лестью. И вдруг он слышит про то, что прежде нежели вот мы встретились здесь по смоковнице, я видел тебя. И вдруг он говорит «Ты истинно, сын Божий, ты, надежда Израиля». Почему? Да потому что что-то там было такое, чем не знал больше никто. И он понимает, что тот, кто стоит перед ним, знает о нем то, чего не может знать ни один человек. И так порой происходит встреча. А порой это встреча с Лукой и Клепой на пути в Маус, когда они уже расстались, и вдруг их нагоняет мысль о том, что это был он. А вот сколько может занять это время, этот процесс, когда людей нагоняет мысль, что это Христос, может быть, несколько минут, может быть, часы, может быть, дни, а может быть, годы. А может быть, кто-то на смертном адре только лишь это понимает. Вот я всегда вспоминаю, как у моего товарища достаточно давно умирал отец в подлинном смысле этого слова «безбожник», который всю жизнь не просто не был верующим человеком, был таким вот хурителем Бога. Вот он лежал, и последние какие-то часы, уже практически находясь в агонии, твердил «Господи, прости меня, Господи, прости меня». А незадачливый сын, к сожалению, именно незадачливый, говорил «Папа, ты же в Бога никогда не верил». Он говорит «Вот сейчас верю». Ну вот почему незадачливый, мне пришел в голову не позвать священника, не как-то помочь отцу по-христиански уйти, ну вот от встречи и такой может быть. О переживании религиозной жизни хотел спросить. Насколько важны здесь чувства? С одной стороны, в творениях древних аскетов мы читаем о том, что нельзя доверять чувствам чрезмерно, это такая зыбкая почва, они могут подвести, можно нафантазировать что-то о себе. А с другой стороны, если ты не переживаешь свою религиозную жизнь, то она какая-то мертвая. Вот об этом скажите, пожалуйста, какие чувства правильные и каков критерий здесь? Вы знаете, ну традиционно у отцов действительно говорится о том, что все силы души, ум, воля, чувства человека, они повреждены грехопадением. Но также наиболее общим местом отцов является мысль о том, что ум поврежден менее всего. Ну и действительно, мы это достаточно легко можем проверить, потому что мы понимаем порою, что вот это хорошо, это плохо, это полезно, это вредно, а вот наши чувства и наша воля, они не хотят с этим соглашаться. И мы очень часто вот в своей собственной жизни представляем собой иллюстрацию из известной басни Крылова «С лебедем, браком и щукой», где ум влечет нас в одну сторону, чувства в другую, а воля вообще как парализованный, несчастный, больной вот лежит и не может справиться с этой задачей. Вот поэтому мы, безусловно, все должны проверять посредством изначально ума, который все-таки может обратиться опять-таки к Евангелию и к заповедям Христовым и вот на этом уровне хотя бы для себя какие-то решения формировать. А чувства нам необходимо воспитывать, а волю необходимо укреплять. То есть если наши чувства абсолютно невоспитаны, если мы привыкли в них не разбираться, не привыкли их вообще в принципе анализировать, то, конечно, отдаваясь на волю чувств, во власть чувств и подчиняя им свою волю, мы будем совершать ошибки. То есть здесь все-таки очень важна правильная иерархия. Вместе с тем мы совершенно правы, если нету живого чувства, если мы вообще уходим от каких-то переживаний, которые совершенно естественны для нас, в том числе в религиозной жизни, то это будет жизнь абсолютно мертвая. Знаете, вот я немного, наверное, отвлекусь, но мне кажется, что это очень важная тоже тема. Вот сегодня очень часто приходится сталкиваться с тем, что современные психологи говорят о необходимости проживания эмоций. Они говорят о том, что если не проживать свои эмоции, если эмоции будут оставаться подавленными, то это будет иметь массу негативных последствий, в том числе и на уровне даже числе физиологическом, потому что это приводит и к инсультам, инфарктам, не говоря уже о развитии каких-то депрессивных состояний. Вот. И отчасти это правда, но как и многое другое, только лишь отчасти. И вот я тоже часто стараюсь обращать внимание на то, что у каждой эмоции надо проверять ее основу, насколько в принципе эта эмоция обоснована. Ну, например, вот я испытываю гнев. Причем гнев страшный. И я задаюсь вопросом, а по какому поводу я его испытываю? И вдруг я понимаю, что гнев я испытываю от ощущения собственного бессилия, вот, как ребенок. И при этом это бессилие, в общем-то, по большому счету, ложное. То есть я понимаю, что есть у меня возможность подумать, есть возможность анализировать и понять, что в этой ситуации у меня есть какая-то все-таки область действования. И вместо того, чтобы гневаться по этому поводу, я лучше займусь непосредственными действиями, которые ситуацию чуть лучше-то исправят. И выясняется, что эта эмоция была абсолютно неоправданной. Вот. А другая ситуация, например, я не знаю, вот умирает близкий человек. Оправданы ли здесь слезы, оправданы ли здесь боль? Да, конечно. Но когда я понимаю, что эта боль и эти слезы начинают меня буквально уничтожать, убивать, вот тут я понимаю, что эта сила переживания, она уже совершенно носит неоправданный характер. И с этим обязательно нужно работать. И вот когда человек более-менее это понимает на таком душевном уровне, у него появляется возможность применить это и в своей жизни духовной. Вот почему очень важно действительно изучать и узнавать свою душу в самых разных отношениях. Но живые религиозные переживания у человека обязательно должны быть. Только главное, чтобы человек их не придумывал, чтобы он не фантазировал на эту тему, чтобы они рождались естественным образом. И не нужно как-то ускорять искусственных процессах рождения. Не надо пытаться их в себе как-то разжечь, потому что именно это приводит к ошибкам. Но мы на них способны, точно. Я вот задал этот вопрос, знаете, потому что священное писание Нового Завета дает нам картину таких очень явных и осязаемых духовных переживаний. Например, в книге «Деяния» мы буквально на каждой странице читаем о каких-то бурных проявлениях Духа Святого в жизни верующих. Апостол Павел в послании к Галатам, доказывая им ненужность иудейского закона для христиан, представляет, по сути, один самый главный аргумент. Через дела ли закона вы получили Духа или через веру? И они, наверное, должны были утвердительно ответить на этот риторический вопрос. То есть через веру. То есть они чувствовали, что Дух действует в них. Если сегодня спросить любого из нас, чувствуешь ли ты действие Духа Святого в твоей жизни? Мы, наверное, задумаемся. Вот как с этим быть? Стоит ли об этом думать, пытаться это как-то понять? Допустим, апостол Павел говорит, что плоды Духа, суть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот, допустим, это может быть критерием духовного человека, духовности? Я думаю, что это обязательно должно быть критерием. Но, опять-таки, здесь очень важно, чтобы человек не пытался подогнать реальность под свои представления о ней. И если человек в себе этих плодов на самом деле не обретает, то он не должен их пытаться выдумать, смоделировать, сконструировать. Потому что все придуманное, смоделировано, сконструированное, оно не является настоящим, не является подлинным. А закон жизни со Христом, это закон, безусловно, жизни подлинный. Вот. Но ничто не препятствует человеку, поняв, что в нем нет ни одного плода Духа, получить от этого самый главный дар – смирение. То есть, когда я понимаю, что я абсолютно нищ, вот, я обращаюсь к заповеди блаженств как раз. Я понимаю, что я блажен, потому что я нищ духом. Не все грани, может быть, понимание здесь наличествует, вот, нищеты духовной. Но я понимаю, что я действительно в полном смысле слова нищ духом. Но при этом я надеюсь на милость и на любовь Божию. Что и меня, и такого не отринет и не отвергнет Господь. И вот это ощущение, с одной стороны, себя ничего не имеющим, ни одного плода, а с другой стороны, надежды на милость и на любовь Божию, они человеку дают очень много. Вот тут он вдруг, как ни странно, какие-то плоды Духа в себе обретает. Но, как правило, незаметно для себя. И это для него будет очень полезно. Очень интересно. Мне кажется, очень важны евангельские образы взаимоотношений Бога и человека. Вот вы уже упомянули одну притчу об одной овце заблудившейся, девяносто девяти не заблудившихся. Как мне кажется, еще очень яркая, прекрасная иллюстрация этих отношений Бога с человеком, это притча о блудном сыне. Это некая модель покаяния. По сути, это обо всем человечестве, как говорят отцы, и о каждом христианине в отдельности. Какие еще притчи мы можем найти, или, может быть, не притчи, а какие-то рассказы в Евангелии, в посланиях апостолов, которые показывают разные, так сказать, мотивы, детали, элементы этой сложной картины отношения Бога и человека. Ну, на самом деле, притча о блудном сыне, она в этом смысле одна, безусловно, из глубочайших, вместе с тем, одна из самых обнадеживающих нас. Единственное, что нас отличает от блудного сына из евангельской притчи, это то, что наш уход от отца и наше возвращение к нему происходит многократно. Вот, даже вот я помню рассуждение, была такая когда-то очень известная, даже была популярная книга «Одна ночь в пустыне Святой горы». Она, мне кажется, давно не переиздавалась о молитве Иисусовой. Вот, и там была мыс афонского подвижника очень интересная о том, что вот этот блудный сын, это не только человек, но это и человеческий ум, который регулярно удаляется от Бога и блуждает буквально по всему миру и погружает в такую тоску, в такую боль, в такое страдание, что опять устремляется обратно к отцу. И каждый раз происходит вот эта вновь встреча и эта радость встреча. То есть, эта притча, как и многие другие, имеет огромное количество уровней понимания и толкования, вот и переживания. Вот, но по большому счету абсолютно все, что мы находим в Евангелии, это является образами взаимоотношений Бога и человеческой души. Это и не обязательно притчи, это евангельские эпизоды. Это и слепой, который сидит и зовет Иисуса, и Сын Давида в помилу, или в другом варианте двое слепых, которые не видят, но знают, кто проходит мимо. Это и исцеление кого-то отчего и жены, потому что вот каждый из нас знает, что такое состояние искушения, неважно, нашествия каких-то греховных помыслов. Или это какая-то страшная тоска и боль. Или это какое-то страшное недоумение, в котором мы пребываем. И вот это прикосновение сердца к Богу, который вдруг происходит, к которому вдруг оказываемся способны, потому что он прикасается к нам постоянно, а мы этого не ощущаем. Вот, и в этот момент останавливается ток крови, то есть останавливается ток греховных помыслов, ток помыслов уныния, недоумения, ощущения оставленности. Вот, в общем-то, по большому счету, если человек соединяет чтение Евангелия со своей жизнью и ищет там ответы на насущные вопросы своей жизни, он поражается тому, насколько он в Евангелии живет, и насколько Евангелие постоянно актуализируется в его жизни. По большому счету, вот, наверное, вот именно эта актуализация Евангелия в нашей жизни, это крайне важная задача христианина. То есть, Евангельская история не закончилась. Мы постоянно в ней находимся. Более того, вот, наверное, даже самое важное, это то, что, собственно, относится к Христу. Вот нам кажется, что один раз произошло это страшное событие. Один раз был несправедливо осужден на смерть, Сын Божий, Бог и Человек Иисус Христос. Нам кажется, что однажды он был пригвожден ко Христу, и только однажды стояла толпа и кричала «Распни, распни его!». И, в общем-то, в каком-то смысле, да, это произошло действительно однажды. Но так или иначе, эта история постоянно повторяется у нас на глазах. И мы не можем быть там, мы не можем оказаться среди этой толпы и кричать что-то вопреки ей, потому что нас просто там не было. Мы не можем стоять у порога судных врат. Вы, наверное, наверняка знаете, что такая вот интересная была особенность, что если кто-то у порога судных врат, через который ввели на казнь осужденного на смерть, кто-то говорил, что я могу засвидеть, что человек невиновен, человека могли вернуть обратно и снова начать суд. Вот я помню, когда я оказался в Иерусалиме, как раз вот у порога судных врат, это Александра Невская подворье, такое вот есть в Иерусалиме. И вот женщина, даже не особенно церковная, которая тогда была хранительницей вот этого Александра Невского подворья, находящегося в запустении, она говорила о том, что как ее поражает, что ни один человек вот здесь вот стоя не сказал, что он не виноват. Вот. И, в общем-то, да, действительно, нас там уже не может быть, нас там не было. И тем не менее, в нашей жизни постоянно происходит ситуация, когда мы можем определиться, как бы мы повели себя тогда, даже не думая об этом. Потому что постоянно в наших глазах кого-то неисправедливо осуждают, кого-то преследуют, кого-то за что-то гонят. И вот в этих ситуациях, если мы оказываемся способными быть в настроении неисправедливого, осуждаемого, неправедно гонимого, если мы готовы пожертвовать собой ради того, чтобы эту несправедливость хоть каким-то образом, если не воспрепятствовать ей, то, по крайней мере, занять позицию по отношению к ней, то есть надежда, что и там мы по отношению к Христу заняли бы правильную позицию, а не оказались бы в толпе тех, кто кричит «распни» или просто молчит. Вот. А это важно для нас сегодня, это важно постоянно. Тем более, если учитывать, что время, как прошлое, настоящее будущее есть для нас, а для Бога времени нет, то мы действительно имеем возможность в Евангелии жить. Это очень важно, чтобы мы это понимали. В Евангелии от Иоанна говорится о необходимости родиться свыше. Апостол Павел пишет в своей пастве «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Что такое это рождение свыше? Это одномоментный акт, когда человек уверовал, или это путь длиною в жизнь? Часто протестанты переманивают к себе православных, говоря, ты родился свыше, и человек не знает, что ответить. Не говорят, о, а вот нас вот все рождаются, пожалуйста. Вот как раз протестанты, говоря об этом, они очень часто начинают моделировать вот те состояния, которые должны быть у рожденного свыше. И они в себе неким искусственным образом это возгревают и дают это увидеть другому человеку. Это порой производит достаточно сильное впечатление на человека, привлекает. Но последствия этого далеко не всегда бывают положительные. Это очень слабо сказано. Я совершенно согласен с тем, что это путь длиною в жизни. И на самом деле мы очень часто пытаемся выделить какой-то один момент, в котором вот что-то происходит. Мы пытаемся выделить момент в крещении, мы пытаемся выделить момент Евхаристии, не отдавая себя отчета в том, что это все, что происходит, это некое единое целое. И тем более единое целое – это наша жизнь. Вот. Поэтому рождение свыше – это длительный процесс. И я бы сказал мучительный. Он точно не ограничивается девятью месяцами, которыми может обойти женщина, которая рождает ребенка. Вот эти слова, другие слова Иоанна Богослова о том, что женщина, когда рождает, терпит скорбь, но когда родит ребенка, то уже не помнит скорби, от радости, потому что родился человек и мир. Вот можно сказать, что так, с одной стороны, это такое известно толкование – это болезненная церковь о рождении, вот каждого нового христинина. С другой стороны, мы болезнен сами, рождаясь для жизни вечной, то есть рождаясь свыше. И, наверное, даже этот процесс, он действительно сложный, и он иногда, так сказать, к сожалению, обратимый. То есть это рождение начинается или происходит, потом мы ему препятствуем, вот. И это тот страшный случай, когда, вот знаете, вот есть такая известная грустная шутка, когда человек говорит «мама, роди меня обратно», вот. И вот это тот случай, когда человек, к сожалению, может обратный путь, обратный отчет начать. И очень важно понимать, что если в тебе это рождение либо состоялось, либо обозначилось, либо этот процесс начался, чтобы он ни в коем случае не прекратился. потому что ведь очень важно, с чем мы придем вот к финальной точке, с чем мы придем к этому моменту перехода в вечность. Если это будет именно момент, когда мы понимаем, что наше рождение состоялось, оно, так сказать, развивается, потому что важно ведь не только родиться, но и расти, вот. То это то, что он обнадеживает нас в отношении нашей вечной жизни. Хотя, безусловно, самая наша главная надежда это только лишь та милость Божия, которую мы постоянно видим на протяжении всей своей жизни, и которой наполнено все Евангелие. Потому что, ну, вот, самые, наверное, главные здесь слова это грядущего камень и жену вон. И не сказано грядущего когда, и на протяжении какого времени, и как именно, и с какой скоростью. Просто грядущего камень и жену вон. Почему вот я, когда вспоминаю этого человека, который лежа на смертном адре, говорил, господи, прости меня, я вижу в этом основание для надежды на милость Божию к нему. Как и в случае с благоразумным разбойником, которого многие не понимают. Один из моих родственников, который учился в Европе и получил блестящее юридическое образование, не может воцерковиться именно из-за этого. Он говорит, чтобы уверовать в такого Христа, который простил преступника в один момент, мне нужно отбросить все свои знания. Все, что я изучал, все это право и так далее. Ему не хватает другого. Чего? Ему не хватает очень важной вещи. Для того, чтобы поверить в такого Христа, ему нужно самому почувствовать себя преступником и понять, что у него нет больше никакой надежды, кроме как на того Христа, который его простит, преступника. Вот действительно, вот это чувство себя преступником и совершенно не погибающим, может быть даже уже погибшим, уже совершенно отчаявшимся, оно дает понимание того, кто такой Спаситель. Если этого чувства нет, то все остается абстрактным совершенно. Поэтому дай Бог ему это чувство пережить. Дай Бог, чтобы он почувствовал, как у него под ногами разверзается бездна, из которой его может спасти только Христос, потому что тогда он точно поверит. А как это происходит вообще? Человек как-то созреть должен, жизнь его к этому должна подвести. Почему одни испытывают это, а другие нет? Знаете, я вот, как ни странно, здесь немного обращусь к психологии, потому что она дает на этот вопрос очень точный и очень образный ответ. Вот есть ядро личности человека. Это то, словом говоря, каким человек рождается, пока он не успел уже в этой жизни ничем травмироваться, ничем испортиться, никак не исказился его внутренний мир, не нарушился. Даже после грехопадения человек рождается таким вот некой естественной личностью. Но это ядро очень быстро начинает затягиваться скорлупой или броней. Человек очень быстро начинает искать защиту от того, что ранит, травмирует, пугает его в окружающем мире. И если человек очень быстро не находит эту защиту в Боге, совершенно естественную, совершенно понятную, то эта скорлупа или броня становится все более и более жесткой. В ней остается все меньше и меньше какие-то трещины, через которые можно проникнуть. И таким образом затрудняется общение с этим человеком. Мы постоянно с этим сталкиваемся. Более того, вот эта скорлупа или броня, она мешает человеку самому с собой полноценно общаться. И, конечно, создает огромные препятствия для его общения с Богом. Потому что человек постоянно защищается, постоянно закрывается. Но есть какие-то лазейки, лазейки некого смысла, того, что важно для человека, через который можно через нее пробиться. И можно сказать, что Господь на протяжении всей жизни человека ищет пути, как пробиться сквозь вот эту броню, которую человек защитился от мира, от других людей, от себя самого и от Бога. Вот. И если есть хоть какое-то встречное движение со стороны человека, то, невзирая на эту броню, встреча происходит, и броня распадается. Но это тайна, это загадка, на которую невозможно ответить. Вот почему в какие-то случаи это оказывается возможно, а какие-то нет. Но могу точно сказать, что Бог делает для этого абсолютно все. И делает, не переставая, ни на одно мгновение, на протяжении всей нашей жизни. Поэтому, если человек делает для этого хоть что-то, то точно будет удачный результат. Хоть что-то. Говоря с православным монахом о религиозной жизни, невозможно не поговорить о посте и молитве. Какова роль поста и молитвы в правильной религиозной жизни? Ну, если говорить о молитве, то это, безусловно, составляющая взаимоотношений человека и Бога, потому что без молитвы и без памяти о Боге, как можно говорить вообще о личных взаимоотношениях? Но нашей молитве мешают очень многие вещи. Мешает обилие дел, в которые мы погружены, мешает обилие забот, сложности этих забот. И здесь, наверное, чтобы не говорить об этом долго, наверное, лучший выход из ситуации заключается в том, чтобы то, что нас от молитв отвлекает, как можно чаще становилось основанием для молитвы. Потому что ведь все то, что для нас сложно, трудно, горестно, все, что вызывает недоумение, ну, или вызывает даже в том числе радость, или чувство вины пресловутой, ведь это все, по большому счету, это повод для обращения к Богу. И если мы будем постоянно об этом помнить, то у нас недостатка в поводы для обращения к Богу не будет. И то самое, что могло бы нас от Него удалять, станет нас к Нему приближать. Да, все эти вещи буквально некой толпой могут отвлекать нас от молитв в момент правила. Но в момент непосредственно с ними соприкосновения они могут нас к Богу буквально толкать. Ну, помните, как вот один подвижник на вопрос, кто его научил молиться, говорил, что меня научили молиться бесы. А мы можем сказать, что нас учит молиться суета. Может учиться молиться, если мы будем ею правильно пользоваться. Потому что человек это удивительное существо, которому Господь дал еще более удивительную возможность все обращать себе на пользу. Мы, правда, наоборот, стараемся себе все обратить во вред, но у нас есть возможность все обратить себе на пользу. Вот. И еще один момент, тесно связанный с молитвой. Молитва вообще не разрывно сопряжена жизнью. То есть в той степени, в которой мы стараемся жить по правде, в той степени нам легко молиться Богу искренне. В той степени, в которой мы обманываем самих себя, окружающих, и по большому счету Бога, вот в той степени нам трудно молиться искренне. Потому что мы стоим на молитву и понимаем, что между нами и Богом какая-то огромная толща неправды. И вот если мы уходим все время от самих себя, и если мы постоянно вот главные в себе куда-то отодвигаем на второй, на третий, на четвертый план, то вот этот момент предстояния перед Богом, опять-таки непонятно, кто перед Богом предстоит. Потому что надо сначала себя вот чуть-чуть отыскать, найти, кто мы такие. А потом уже в молитве Господь в большей степени поможет нам себя самих почувствовать, не только его, но и себя. Вот, потому что, ну, как кто-то это объясняет, есть разные на этот счет взгляды, но тем не менее, в молитве происходит движение человека к Богу, а потом от Бога происходит движение к себе, и человек вдруг понимает, кто он. Хотя мы знаем, что мы должны сначала постоять пока, утешаться наше чувство, понять, к кому мы обращаемся, понять, кто мы такие. Но это нечто первичное. А затем это происходит уже в молитве. Вот, что касается поста, то немощь современному человеку, она создает действительно здесь очень много сложностей для правильного понимания, что такое пост. И, наверное, в целом нужно говорить о том, что в христианской жизни совершенно необходимо наличие того, что можно назвать подвигом. Просто у нас подвиг ассоциируется с чем-то очень величественным. Это вериги, это пребывание без еды и воды на протяжении длительного времени, это всеночная молитва, и многие, многие, многие другие вещи, от которых современный человек приходит в ужас, потому что он и малый только этого исполнить не может. На самом деле подвиг это то, к чему человек себя подвигает или двигает. Вот есть что-то, что я должен сделать, и мне это очень трудно. Я начинаю себя к этому двигать или подвигать. Вот это становится для человека подвигом. И вот место подвига в жизни у христианина, оно обязательно должно быть. Почему важен пост? Вот многие вещи в Евангелии заставляют задуматься о том, насколько он важен, безусловно, потому что мы видим моменты, когда Господь говорит о том, что могут ли поститься сыны чертова брачного, момент вот вкушения, сорвания колощи в субботу. А вот, но в чем принцип поста, на мой взгляд, заключается в том, что человеку очень важно научиться от чего-то отказываться. Потому что каждый раз, когда мы испытываем какое-то искушение, оно, по большому счету, заключается в простой вещи. Мы чего-то хотим, а совесть нам говорит о том, что то, чего мы хотим, это не совсем хорошо. Но нет сил отказаться, и мы грешим. Вот. А вот именно опыт отказа от чего-то, чего я хочу, начальный и очень простой, он дает навык. То есть пост — это не та добродетель, которой одной можно спастись. Но она дает некий навык. Навык отказа от того, от чего наша совесть требует, чтобы мы отказались. Хотя, на самом деле, вот пища, безусловно, она не содержит в себе никакого греха. А это, скорее, некое упражнение. Но опыт показывает, что если человек от этого посильного упражнения отказывается, то что-то большее сделать у него уже никак не получается. Вот. И здесь все, на мой взгляд, очень просто. Если у человека хватает здоровья, он должен поститься по уставу церкви так, как позволяет ему его здоровье. Если он видит, что его здоровье не позволяет ему поститься в точности так, он находит для себя меру поста, доступную ему, но она какая-то должна быть. Вот у Исаака Сирина есть такая замечательная мысль, что если не можешь, словно говоря, поститься до заката, постись до 9-го часа, не может до 9-го часа. Вот. Точно так же, как в Арсенове Велике, отвечая кому-то учеников на вопрос, говорит, но тебе нужно там есть, допустим, три раза в день, значит, я же три раза в день, но не ешь четыре. Ну, это чудно звучит для нас, вот такое милость в разрешении есть раза в день, но если вспомнить, как подвязались люди тогда, некоторые вкушали пищу однажды в день, некоторые раз в несколько дней, кто-то раз в неделю, кто-то постил все четыре, десять, все, то вот эти слова Варсенове Великого, там, вкушай пищу три раза в день, это какая-то непозволительная роскошь, казалось. А он говорит, ну, по крайней мере, не ешь четвертый. Вот, то есть человек может для себя найти доступную форму поста, и он обязательно в какой доступной форме для него должен быть. Но именно по силам. Если этих сил много, то он должен быть достаточно строгим. Есть такое слово, в которое входит, собственно, понятие поста и молитвы аскетика. Да, вот все наши святые, можно сказать, это аскеты. Как аскетика, скажем так, ретроспектируется на жизнь современного православного человека? Как правильно сегодня быть аскетом? И должен ли быть христианин быть аскетом? Должен ли христианин быть аскетом для того, чтобы спастись? Да, вот аскеза в современном мире, это что? Вы знаете, если мы будем всматриваться не в форму и не в конкретные проявления аскезы подвижников древности, а постараемся понять их принципы, то мы совершенно точно увидим, что в нашей жизни место для аскезы остается. Вот. Она может быть, опять-таки, совершенно другой. Но у нас есть замечательный образ, такой, у нас есть спортсмены-олимпийцы, есть спортсмены-паралимпийцы. Вот у меня есть такое ощущение, что мы по сравнению с христианами древности, мы паралимпийцы, вот, но паралимпийцы тоже могут всерьез тренироваться, паралимпийцы могут показывать замечательные результаты, вот, учитывая то, в каком состоянии находятся. и я думаю, что нам вот этой аналогией надо обязательно пользоваться. Вот у святителя Инатия Брянчанинова есть его собственная интерпретация «Брачные вечери» вот со званными и избранными, и мне сейчас даже трудно отделить некое развитие вот этого взгляда святителя Инатия я нахожу у покойного Архимеда Лазаря Абашидзе. Я сейчас не могу вот, к сожалению, сейчас разделить, что кому из них принадлежит, что святитель Инатия, что покойному отцу Лазаря. Но вот если брать уже окончательный вариант, то там все представлено таким образом, что когда вот уже закончилась трапеза, отказались первые званные, потом собрали те, кто пришел, вот, а потом вот господин трапеза уже в таком вот вольном изложении, скорее всего, это отец Лазарь говорит, все-таки пойдите посмотреть, может там кто-то еще остался. И вот идут, смотрят, и там действительно кто-то еще остался. Остались какие-то совсем несчастные люди, которые даже не разглядели, не увидели, которые не услышали, не откликнулись и спрашивали, что вы не хотите вот тоже прийти и вкусить трапезу? Конечно, хотим. Они входят, и господин трапез говорит им о том, что вот, простите, ни одного блюда полного не осталось. Вы не сможете получить представление о том, какой была эта трапеза изначальная, но только вот здесь какие-то остатки. Они говорят, что ты, мы рады напитаться тем, что осталось здесь. И они напитываются, и он говорит, теперь можно закрывать, больше никого не будет. И вот отец Лазарь говорит о том, что это мы. Вот. Но тем не менее, того, что остается нашу долю, в том числе нашей способности жить аскетически, достаточно для того, чтобы мы могли напитаться для жизни вечной. И всегда человек, который чего-то по-настоящему хочет, он ищет возможности. И он находит крупица возможностей, пользуется им, достигает результаты. Поэтому и в нашей нынешней жизни тоже есть крупица возможностей жить жизнью аскетически. Если мы пренебрежем, то мы пренебрежем самими собой, в том числе нашим отношениям с Богом. Она обязательно должна быть. Но она, вот эта аскетическая жизнь современного человека должна быть такова, чтобы она его не искалечила, чтобы паралимпийц не получил травм несовместимых с дальнейшим занятием паралимпийским видом спорта. Отче, мы сейчас как-то вот говорим о глубинах жизни религиозной, но как-то так мы минули церковь. Давайте скажем все-таки для чего церковь, почему вне церкви нет спасения и что церковь дает человеку? Знаете, вот на самом деле как раз об этом можно говорить достаточно сложно и можно говорить об этом, скажем так, на языке богословия. Я не уверен, что это будет до конца понятно каждому служащему нас человеку и даже не верен в том, что это по большому счету нужно. Я отношусь к этому несколько иначе. Я считаю, что опять-таки личные отношения человека с Богом, они предполагают базовое доверие человека по отношению к Богу. Я уже не говорю о доверии совершенном и всецелом, но хотя бы базовое, изначальное. И если я понимаю, что Христос приходил на землю для того, чтобы оставить церковь здесь как прибежище для всех спасающихся, если мы понимаем, что он действительно стяжал свою честную кровь, если мы понимаем, насколько это важно было для него, для него, потому что это важно для нас, то мое доверие Христу, оно безусловно снимает для меня все вопросы, зачем нужна церковь. Я понимаю, что церковь это моя возможность быть на земле с Богом. И я понимаю, что что бы ни происходило в церкви, какого бы ни совершенно ни была там человеческая составляющая церковь, и бы искушение церковь не переживала, если взять вот почти 2000-летие, почти 2000-летие истории христианства, мы видим, что чего только в церкови за это время не происходило, каким только потрясение не подвергалось. Сколько раз бывало даже так, что вот люди здесь находящиеся были уверены, что это церковь, но условно говоря, если взять период монофилистской ереси, а вот здесь стоит в стороне Максима Споведника, мы понимаем, что церковь здесь. Граница церкви вообще очень сложный вопрос. Но тем не менее, я понимаю, что если Господь обещал, что врата ада церкви не одолеют, если Он сказал, что я с вами во все дни до скончания века, то я знаю, что Он точно, что Он будет в своей церкви до скончания века. Я тоже хочу быть в ней, по крайней мере, до скончания своего земного века, чтобы быть в ней и в жизни будущей. То есть это очень естественное, что-то для человека быть в церкви. Да, потому что Господь вот продолжает в церкви не просто пребывать, он продолжает в ней совершать свое дело, дело нашего спасения. И если мы в этом деле не участвуем, то тогда чем же мы вообще занимаемся? А значит, мы должны быть в ней и в ней должны находить место для себя, то, которое соответствует нашим способностям, возможностям, обстоятельствам. И делать тоже это дело вместе с ним, общее дело. Лучше, в заключение нашей беседы вы не могли бы сказать какое-то краткое слово пастырское к тем людям, которые раньше не занимались религиозной жизнью, может быть, были воспитаны в атеистической семье по разным причинам, а сейчас как-то чувствуют, что созревают, и они хотят обратиться к Богу и к религии в целом, но не знают, с чего начать. Мне кажется, важнее всего осознать для себя одну простую истину. Мы все очень хотим любить и быть любимыми. Абсолютно любой человек этого хочет, даже если он себя самого это скрывает. Это очень важная базовая потребность человека. И вместе с тем, человек очень часто не находит в жизни реализации этой потребности, потому что не любят его люди так, как он бы хотел, чтобы его любили. Он в себе не находит любви к ним, потому что слишком много в этих людях любви противоборствует. И только лишь Бог может эту базовую потребность человека в максимальной степени даже слов удовлетворить не подходит, но произнесу его, потому что не знаю, каким его еще заменить, потому что именно Бог любит человека так, как человек мечтает, чтобы его любили. И именно Бог учит человека любить так, как человек хотел бы любить. Это бесконечно важно. Вот, и поскольку вот это мое первое опыт интервью на портале экзегет, вот, я хотел бы сказать очень простые вещи, скажем так, как принято сегодня говорить, мотивирующие чтению Евангелия. Вот для меня одним из главных людей моей жизни был покойный отец Кирилла, архимедит Кирилл Павлов. И наверняка многие люди знают эту историю, я хотел бы чуть-чуть расширить. Люди, наверное, знают историю о том, как во время боев в Старинграде на руинах, еще дымящихся после боя, будущий отец Кирилл увидел растрепанную и разорванную книгу, которая по какой-то причине привлекла его внимание, так что он, забыв обо всем, пошел к ней, чтобы взять ее в руки. И там же, среди этих руин, он сел, начал читать, и это было Евангелие, которое каким-то чудом вот на этом месте после всего происходящего там оказалось, что именно с ним он прошел всю войну и что именно оно привело его впоследствии и в семинарию, и в Академию, и в Лавру. Вот. Но я хотел сказать немного о другом. Когда отец Кирилл был уже совсем-совсем стареньким, и когда его силы очень часто оставляли, потому что он был тяжело больным человеком, вот, и тем не менее он вел прием множества людей с их скорбями, с их страданием, с их недоименными очень сложными вопросами, и порой он изнемогал. Вот когда он изнемогал, он просил какой-то небольшой совсем перерыв, шел в соседнюю келью, брал Евангелие, открывал его и читал, 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 потом он вдруг вставал, совершенно изменившись и наполнившись силами и говорил своей келенице, тогда ее звали Наталья, теперь это монахиня Ефимия, которая написала совершенно замечательную книгу о нем, он говорил, Наташенька, зови, всех зови, у него появлялись снова для этого силы. И хотя он знал Евангелие наизусть, это была совершенно удивительная вещь, когда мы приезжали к нему, и порой отец Кирилл перед исповедью начинал говорить проповедь, и ты стоишь, слушаешь, вот удивительные совершенно слова, идущие от глубины сердца, и вдруг понимаешь, что ты знаешь эти слова, и вдруг понимаешь, что абсолютно вся его проповедь, это бывали очень интересные моменты, в ней нет ни одного слова, сказанного от себя, это все абсолютно слова Священного Писания, но он произносит их так, что ты не сомневаешься, что это его собственные слова, это была совершенно удивительная вещь. И при всем при этом, если у него где-то рядом не находилась Евангелие, он испытывал беспокойство, ему нужно было видеть, что оно где-то находится рядом, хотя он знал его наизусть. Спасибо очень за этот разговор, за глубину, за искренность, за теплоту вашу, даст Бог, кому-то эта беседа поможет. Всем всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.